Здравствуйте! В эфире программа «Актуальная тема» в студии Ольга Демьянец. С сегодняшнего дня стартует проект «На день рождения с чемоданчиком», организованный Музеем «Малахитовая шкатулка» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. И сегодня у нас в гостях руководитель музея Александр Петрович Федосов. Он расскажет об особенностях проекта. Александр Петрович, здравствуйте! Здравствуйте! Как только сегодня вы пришли в нашу студию с этим чудесным чемоданчиком, я сразу поняла, будет сказка. Это действительно так? Это действительно так. Наш чемоданчик волшебный, да и проект называется по-сказочному. И немножечко так нагловато «На день рождения с чемоданом». Итак, «На день рождения с чемоданом» – это очень интересно. Вы действительно будете приезжать на какие-то различные мероприятия с этим чемоданчиком? И что в нем такого интересного вы смогли уместить? Ну да. На день рождения с чемоданом. Чемодан – это вместилище огромного количества подарков. Ведь по русской традиции на день рождения нельзя приходить без подарка. С пустыми руками. С пустыми руками. А у нас подарков 145 лет. И в общем-то 145 лет Павлу Петровичу Бажову. И дата крупная, дата значимая. И, конечно, она обязывает, чтобы подарков было соответственно. Но если не 145, то по крайней мере, пусть немножко поменьше, но зато все интересные. Итак, что в нем? Да, и в нем много чего. Даже вот глаза разбегаются, даже не знаешь, с чего и начать. С главного. Ну, давайте с главного. С главного – это снимем украшения и доберемся до сути. Вот я сразу немножечко так пододвину к себе поближе. К вам, уважаемые телезрители, чтобы было видно. Ну, у нас есть в музее аналог этой книжки. Малахитовая шкатулка 1939 года. Мы все сейчас празднуем юбилей 90-лет Свердловской области. Мы празднуем 145-летие Павла Петровича Бажова. А есть еще одна дата юбилейная, на которую тоже необходимо обратить внимание в этом году. 85 лет вот этой самой книжки. Самой первой малахитовой шкатулки, которая была издана, как я уже сказал, в 1939 году. В нашем музее книжка подписанная Павлом Петровичем, подлинная, с подлинным автографом. Эта книжка без автографа Павла Петровича, но она самая настоящая. Ну, сами посудите, 85 лет. 85 лет она ходила от читателя к читателю, из семьи в семью. И удивительная возможность того, что, собственно, если ту книжку бережем, ну как же там Павел Петрович расписался, то эту не сказать, чтобы не бережем. Конечно же бережем. Это настоящий артефакт. Мы можем дать потрогать. Ну, мы можем, да, мы можем, скрипя сердцем, но в честь праздника, да, аккуратно полистать ее, открыть и увидеть, ну, достаточно интересные иллюстрации, литографии Кудрина, известного в 30-х, в 40-х годах нашего советского иллюстратора-художника. Это 14 первых сказов Павла Петровича Бажова. Это первое издание. Эту книжку Павел Петрович получил на день рождения. У него до Малахитовой шкатулки книжки выходили, но не было ни одной художественной книжки. Все были очерковые, журналистки, интересные работы, но не художественные. И эта книжка, ну, на самом деле была самой объемной на тот момент в его биографии. Он ее с нетерпением ждал. В день рождения печатники ее принесли ему, дали подержать, но только подержать. Через буквально несколько минут они забрали у него ее. И даже экземпляр не оставили. И даже не оставили экземпляр. Дело в том, что основной тираж будет только лишь весной, даже, надо сказать, не совсем весной, а, можно сказать, в начале лета. И до этого времени Павел Петрович жил воспоминаниями о том самом первом экземпляре, который ему показали на день рождения. А он отправился в Нью-Йорк на выставку, книжную выставку, всемирную выставку в Нью-Йорк. Ну, там, собственно, он и остался. Дальше, да. Есть еще одна книга, я смотрю. Еще одна книжка, она тоже необыкновенно удивительная. Конечно же, раритетная. Посмотрите, конгрев здесь. Если в этом случае конгрев – это дедушка-слышка, то здесь две ящерки. Не знаю, видят ли наши зрители. Для того, чтобы увидеть, нужно в музей прийти и посмотреть его, как она выглядит действительно так воочию, так будет надежнее. Но эта книжка интересна тем, что она издана в годы войны. Вот есть ощущение, что когда гремят пушки, грохочут пушки, то музы молчат. Музы не молчали. Павел Петрович активно писал сказы. Поначалу он, на самом деле, конечно же, был не очень-то уверен, что сказы нужны читателю. Читателю нужна такая жгучая публицистика, как считал Павел Петрович, особенно в первые дни войны. Но потом из фронта стали приходить письма. И в этих письмах была просьба. Дорогой дедушка Бажов, пришлите нам на передовую, на фронт, свои сказки. Только сказки позволяют нам забыться об ужасах войны. Только сказки позволяют нам вернуться в детство. Нас сказки возвращают в наши родные дома, к нашим родным людям, к нашим детям. И, конечно, после таких просьб Павел Петрович не мог устоять. Он, конечно, немножечко поменял тональность, направленность в своих сказах. Знаменитая родилась серия сказок о немцах. Это патриотическая серия. Серия сказок, которые, по большому счету, славили не просто человека труда, славили национальную гордость, чувство собственного достоинства. Не будем греха таить, у нас есть национальная особенность в характере некая, так скажем, назовем ее самокритика, немножечко уничижения перед заграницей. Дескать, вот вроде бы там они лучше знают, больше могут, интереснее живут. Ничего подобного. Бажов категорически боролся с подобного рода представлением, доказывая историями, что так было не всегда. И нет оснований думать именно таким образом. Ну, хочу обратить внимание, что эта книжка подписана в 41-м году. В самые, в общем-то, еще ничего не было понятно, все было на грани. Немцы стояли под Москвой, а в Трёхпрудном переулке, в Москве, из которой, так скажем, сомнительные элементы в этот момент брапали, стояли безымянные люди. Ну, они имели, конечно же, фамилию, имя, отчество, но в запись не попали. Вот они стояли и выпускали книжку «Малахитовая шкатулка». Кстати, это книжка «Малахитовая шкатулка». Вот прямо даже очень хочу показать хотя бы одну-две иллюстрации, но вот они просто сразу не попадают. Ну, опять же... Черно-белая. Да, она не черно-белая, в ней потрясающие иллюстрации, цветные иллюстрации художника Константина Васильевича. Константина Васильевича Кузнецова. Ну, для того, чтобы посмотреть, так скажем, не в темповом режиме, нужно, опять же, прийти в музей и посмотреть. Павел Петрович по поводу именно этой книжки говорил о том, что Кузнецов создал фронтиспис, который, по большому счету, лучшее, что есть в плане визуализации его сказового творчества. Конечно, здесь очень много интересностей, вот в этом чемоданчике. Вот это огневушка? Это огневушка, да. Но она в большем плане здесь как украшение, а вот не как украшение, а как настоящий самостоятельный экспонат. Это вот такой флакончик с запахом. И многие шутят по этому поводу, потому что это что у вас, флакончик, бутылочка с запахом козла? Провокативная, да, согласитесь, история. И вряд ли кто-то отважится прийти в музей для того, чтобы ощутить аромат козлика. Но у нас-то козлик волшебный. У нас ведь у божжовских почитателей сразу перед глазами серебряная копытца. И у того-то, в отличие от обычного козлика, совершенно другой сказочный аромат, волшебный аромат. И, кстати сказать, духи не испортились, а они потемнели. Но рисунок аромата абсолютно сохранился. И знатоки те, которые вдыхали этот аромат в 70-х, 80-х годах, абсолютно уверенно опознают его в этом запахе. Так что запах серебряного копытца ощутят те, кто соприкоснутся с нашим проектом. Конечно, здесь есть и другие замечательные истории. Например, вот табличка, когда к нам пришло предложение о приобретении нашим музеем трансформаторной таблички, мы сразу подумали, что это какая-то ошибка. Причем здесь мы и трансформаторная табличка. А оказалось, что эта табличка 70 лет простояла, провисела, так скажем, на трансформаторе, который верой и правдой служил, энергопитание осуществлял потрясающего места силы фонтана «Каменный цветок» на ВДНХ. Культовое место, рядом с которым мечтали сфотографироваться, ну, наверное, практически все. Ну, и вообще было такое ощущение, что если ты не сфотографировался на ВДНХ, не побывал на ВДНХ, не сфотографировался у фонтана «Каменный цветок», вроде бы ты как и в Москве даже не был. Поэтому это была обязательная история. И вот мастер, который осуществлял демонтаж того самого трансформатора, он нам впоследствии рассказал о том, что у него рука не поднялась выбросить эту табличку. Он сказал, что ей место исключительно в музее и окреп в этом желании после того, как они вскрыли начинку этого фонтана. Дело все в том, что в середине 20-х годов этого века на ВДНХ началась вот в этом фонтане реконструкция. Стали менять и оборудование, и, конечно же, внешнюю облицовку этого фонтана, сказочного фонтана. И вот когда их бригада вскрыла вот эту вот начинку, они обалдели просто. Они сказали о том, что мы испытали такую потрясающую гордость за наших дедов и отцов, которые умели строить. Дело в том, что вот эти двигатели, кожуха когда сняли, они были как новенькие, подшипники были как новенькие, и они не требовали никакой замены. Но в силу изменившейся технологии, там, другое оборудование, другие необходимые возможности, которые были напичканы, напичкан новый сегодняшний фонтан, он, конечно, уже требовали других технологических каких-то решений, и старые двигатели просто в силу технологических каких-то форматов не могли им соответствовать, и пришлось их действительно заменять. Но они были как новые. И как у мастера могла рука подняться, выбросить этот раритет? Он говорил, пусть это будет памятником, напоминанием о тех фантастических мастерах, которые когда-то, сразу после войны, к слову сказать, выпускали двигатели, насосы, которые до сих пор, что называется, стояли и прекрасно исполняли свою функцию. Ну и нужно сказать, что сегодня тот, кто приедет на ВДНХ, ну сейчас там потрясающая выставка, Россия, и вот выставка закончит свою работу в апреле, а в апреле же разберут каток традиционный на ВДНХ, и уже в мае запустят каменный цветок. Просто обязательно всем советую там побывать и посмотреть. Фонтан заиграл совершенно новыми красками. Говорят, он сейчас ровно такой же, какой был в момент в 1955 году, когда он был построен. Так что раритетов вот, собственно, в этом сундучке, в этом волшебном саквояже огромное количество. Есть даже не спетая песня. Вот так случилось, хотя она на самом деле... Такое тоже бывает? Ну, бывает. Понимаете, она может быть и спетая, но забытая. И музей в этом плане возвращает нам нашу ценность. Фантастический голос Александры Сапожниковой. Совершенно напрасно забытый голос, великий голос, потрясающий голос, божественный голос, народный голос певицы, которая записала песню «Хозяйки Медной горы». Она... Больше ее никто не пел. Песня забыта. Хотя странно само по себе, ведь автором этой текста, этой песни, сегодняшний кумир очень многих и маститый поэт Илья Резник. И что удивительное, дело все в том, что это стихотворение одно из самых первых в его поэтической карьере. Оно создано более чем 50 лет назад, более 50 лет назад Александра Сапожникова исполнила ее и слава тебе, Господи, записала на фирме «Мелодия». И вот, собственно, тираж был микроскопический. Пластинки разошлись по всему Советскому Союзу и сегодня ее найти просто нереально тяжело. Но мы смогли это сделать, и у нас сейчас эта неспетая песня есть, и, наконец-то, она поется. Можно ее послушать в музее? Можно ее послушать в музее, и сейчас у нас уже кругом сплошная цифровизация. Мы смогли... Тот звук, когда... Мы оцифровали, мы смогли сохранить, а его уже другого и нет, с шипением, с потрескиванием. Все это, к сожалению, артефакты... Он в себя вобрал раз и навсегда. Почистить, наверное, какие-то мастера найдутся, которые смогут... Может быть, и не нужно. Утратится тогда вот это вот ощущение этого времени, да. Аромат песни вот на сегодняшний момент он прочувствуется, он сохраняется, и действительно это очень талантливо. И композитор, и певица, и поэт, они в содружестве создали уникальное произведение искусства, и песня, действительно, слава богу, мы ее вернули. Кстати, вот удивительная подробность. Ведь что-то песням «Хозяйки Медной горы» никак не везет. Я вот знаю их две. Первую песню исполняла легендарная Абухова, написал ее Михаил Светлов стихи, написал Шварц, композитор. Она тоже была написана, и, согласитесь, исполненная примой, по сути, дивой Абуховой. Она должна была пойти и быть очень популярной, но не случилось почему-то. Она тоже забыта. Благодаря нашей потрясающей Эльвире Сайфулиной мы смогли ее реконструировать. Она ее записала, и в нашем музее ее исполняет «Хозяйка Медной горы» наша с помощью тех технологий мэппинга мы ее даем нашим зрителям послушать. Но, тем не менее, в широком доступе песня не звучит, и они практически никто не знают. И вторая песня, которая была также написана для кинофильма, тоже в кинофильм не вошла и тоже оказалась забыта. Что-то в этом плане «Хозяйка Медной горы», видимо, мудрует и не очень... Пока хочет, чтобы только избранным давалось. Абсолютно. Не хочет такой массовой популярности. Видимо, все-таки она за какой-то такой особый круг. Это правда. Камерный. Ну, мы вот с помощью подобного рода проектов, которые вот, собственно, сейчас у нас стартовал. Стартовал он, конечно же, благодаря президентскому фонду культурных инициатив. Мы смогли выиграть грант. Наш музей, наш творческий цех выиграли грант. Получили соответствующее финансирование. И уже вот собрали чемодан в дорогу и готовы посетить сразу несколько городов. Вы будете путешествовать с ним по Уралу? Это не только Урал. Это, надо сказать, да, это большой Урал, но с небольшими вылазками и в Сибирь даже. У нас будет вылазка в Новосибирскую область. Мы уже говорили, что мы очень хотим взять съемочную бригаду телекомпании «Одиннадцатый канал» с собой, корреспондента газеты «Рабочая правда» с собой в Новосибирскую область, в село Бергуль поехать, то самое село, в котором полгода партизанил Павел Петрович Бажов. Мы вот и туда тоже хотим съездить. Но это, конечно, такая локальная вылазка будет, а массовые встречи у нас пройдут в Перми, в Челябинске, ну и, конечно же, в Свердловской области тоже очень много городов. Это Екатеринбург прежде всего, Каменск-Уральский, Лесной, Нижний Тагил. Вот, собственно говоря. Как говорится, маршрут построен. Маршрут построен, да. Когда начнется старт, то есть когда уже вот чемоданчик будет упакован в дорогу, и какой первый город ожидает вас с этим багажом чудесных экспонатов? Ну, это, собственно, Екатеринбург, да. То есть мы стартуем в Екатеринбурге и итоги подводим в Полевском. В Полевском массовых встреч не будет, потому что у нас есть свой собственный музей, в котором можно бескомпромиссно, так скажем, познакомиться со всеми нашими экспонатами. Но мы зато в Полевском подведем итоги. Проект рассчитан на год или чуть меньше? Полгода. На полгода. В июне у нас уже подведение итогов. Здесь у нас мы... Проект это еще и творческие конкурсы. Мы будем приглашать наших подрастающих поколений. Кстати, я забыл ответить на вопрос по поводу целевой аудитории. Целевая аудитория, она в принципе обозначена. Это учащиеся старших классов. Это студенты. То есть это те, кто, так скажем, в силу понятных обстоятельств, не очень-то вовлечен в божевскую тему. Так что мы им предоставляем такую возможность ощутить аромат темы вот этого большого, многотрудного, многослойного, но необыкновенно интересного мира, который был придуман нашим гениальным земляком. Всем можно будет посмотреть и потрогать, и познакомиться с теми экспонатами, которые вошли в волшебный чемоданчик. Это так? Прелесть этого проекта как раз в том, что можно это все именно так и сделать. Потому что в музее все же завитринено, все же застеклено, все так или иначе имеет какое-то ограждение. А здесь, да, мы подобрали как раз неверно говорить о том, что не жалко. Да нет, конечно, очень жалко, но в любом случае люди бережно относятся к музейным раритетам. И, конечно, у каждого участника этих встреч будет возможность взять в руки, сфотографироваться с той самой книжкой. Почувствовать энергетику, которую автор вкладывал. Согласитесь, взять и сфотографироваться. С самой первой малахитовой шкатулкой, которая отмечает 85 лет. По-моему, это вообще круто. Знать историю, знать историю места, ну, несомненно, очень важно. В нашем чемоданчике очень большое количество камней. Вот только хотелось спросить, камни будут? Камни обязательно будут, потому что без камней вообще творчество Павла Петровича, ну, как-то так будет совершенно каким-то неполноценным. По крайней мере, представление о нем, потому как у него камни играют зачастую не периферийную какую-то роль, украшательскую. Нет. Они у него как самостоятельные персонажи, главные иногда даже герои. У нас достаточно много интересных камней. У нас есть, мы их очень тоже, вот сейчас время такое, что мы все называем так немножечко провокационно, так плевок, например, Адама. Что такое, казалось бы, вот так, бутылочка с ароматом козла, да? Это все вроде бы как вот только на первый взгляд... Не нужно буквально воспринимать. Не нужно буквально. Это вот как раз для того, чтобы подрастающее поколение, для которого очень часто на сегодняшний момент недостаточно простых слов, вот таких классических формул. Их нужно поддевать, подковыривать, в каком-то смысле провоцировать на какую-то нормальную ответную человеческую реакцию и эмоцию. И поэтому взялись вот эти вот названия, которые приводят в ужас наших ветеранов. Как же так плевок Адама? Ну, здесь с плевком Адама все очень просто, потому что вот этот вот камешек, это змеевик, его легенда происхождения, она античная легенда, это, собственно, началась она задолго, да еще до христианства. А, кстати, сказать, к христианству тоже имеет отношение. Вот по поводу сотворения мира. Адам, соблазненный Евой, все-таки пробует вот тот самый древо, плод древа познания, а оно ему не нравится, он его выплевывает. Он выплюнул, и вот вроде бы как то, что он выплюнул по легенде и превратилось в змеевик. Камень-змеевик – это номер ту камня Урала. После Малахита, пожалуй, вот он конкурирует с Родонитом, ну, эти камни, конечно, каждому уральцу надо знать, ощущать, понимать, отличать друг от друга. И вот с помощью таких, казалось бы, очень отвлеченных и незамысловатых историй мы все-таки погружаем в эту магию камня. Мы даем возможность его действительно потрогать, посмотреть, ощутить его рисунок, энергетику. кто-то это чувствует. Так же, как это все происходит и с Малахитом, так же уральский Малахит мы тоже даем в руки, он в нашем саквояже присутствует. Или вот, например, горный хрусталь. Это тоже минерал, который активнейшим образом у нас на территории встречается. И мы его тоже… Это замерзшее дыхание богов. Как поэтически это все звучит. Или, ну, на самом деле, это, ну, какая-то противоречивая конструкция. Высохший лед. Ну, так считали, опять же, в той же античности. Высохший лед. Ну, с другой стороны, действительно очень похоже, да. Хотя противоречие очевидное, но тем не менее. А зрители будут это осязать, глядя на камень? Или как… Даже держа его в руках. Или как на одной из ночи музеев за спиной будут пробовать ощутить энергию камня и угадать, что у них в руке? Ну, зрители будут… Вообще, они всегда откликаются на игровой момент. И, конечно, игровые моменты они у нас будут обязательно… Мне кажется, тогда очень зашло всем тем, кто пробовал угадать, что за камень у них в руках с закрытыми глазами. Да, я абсолютно согласен. У нас эта игра пользуется максимальным спросом. Действительно, даже некоторые не хотят… прерывать, в общем-то, вот этот игровой момент. Предлагаю, давайте еще попробуем, давайте еще какую-нибудь группу выведем и посмотрим на их реакцию. В общем, в любом случае, потрогать можно будет и ощутить энергию камня каждому. Ну, вот действительно, ведь я не устаю говорить о том, что музей – это уникальное место. Даже музей гастролирующий позволяет ощутить время. Это, казалось бы, неуловимую субстанцию, да, он позволяет ее ощутить, он позволяет ее потрогать руками, он позволяет ощутить ее аромат. В случае с волшебным козликом это все становится абсолютно зримо, понятно. Ну, кстати, у нас ароматы не только серебряного копытца, мы и даем нашим экскурсантам, тем, кто прикасается с нашим проектом, даем возможность почувствовать, как пахнет Урал в представлении уральских же парфюмеров, как пахнут сказы, золотоцветень, знаменитый Бажовский, чем пахнет Свердловск, чем пахнет Яшима, чем пахнет Малахит. Сколько ароматов в коллекции? Больше 15. Вот мы берем, мы себе поставили цель в бокс загрузить 15 ароматов. Конечно, это не значит, что все они будут постоянно в ходу, аудитория разная, все по-разному реагируют, и разные предпочтения, разные интересы. Кто-то хочет уйти в каменную тематику, а кто-то просто хочет поностальгировать. То есть в зависимости от предпочтения аудитории мы и будем доставать из этого портфолио нужный флакончик. Александр Петрович, спасибо вам огромное за то, что пришли сегодня к нам с этим волшебным, чудесным, сказочным чемоданчиком. Мне очень хочется, чтобы каждый, кто будет приходить на встречи, на знакомство с тем, что находится у него внутри, конечно же, был неравнодушен. И со всей теплотой, со всей сердечностью отнесся к каждому экспонату, который вы привезете с собой в другой город. Пусть так и будет. Это была программа «Актуальная тема». Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова